Так что даже не дождался до конца, победил досрочно. Хороший бой. Давайте следующий. Может быть будет таким же интересным. 38, свыше 38 килограммов. Алексей Милашес, Ростовская область, 11 лет, с красным поясом. И Шамиль Хажемухамбетов, Теченская республика, 11 лет. Ну вот тут как раз тот случай. Алексей Милашес, воспитанник целиком в системе полноконтактного рукопашного боя. А Шамиль Хажемухамбетов, воспитанник клуба «Ягуар» из Грозного, где культивирует разные направления боевых искусств. И его тренер, непосредственно, Муса Шихабов, сам чемпион мира по кикбоксингу. И вот это видно. Это, знаете, это видно. Потому просто как двигается Шамиль Хажемухамбетов, видно, что он имеет подготовку. Посмотрите, ну классические поведения кикбоксера. Стоит на мысочках, двигается легко. А вот удары, конечно, сильно впечатлений не производит. Очень размашисто. Милаш Алексей действует, может быть, не так эффектно, зато эффективно. Зацепом прокинул на спину, заработал как минимум один балл. И занял позицию, в которой он может еще набрать баллов очень много. Или отсчитают нокдаун. Да, так и есть. Отсчитывают нокдаун. После серии чистых пропущенных ударов судья обязан открыть счет, отсчитать нокдаун. Иначе бы так вот можно просто насчитывать по одному баллу. Можно и сто насчитать. Нет, после нескольких четко пропущенных ударов, прошедших без защиты подряд, судья открывает счет. С одной стороны прерывает атаку, но с другой стороны компенсирует это тремя баллами. На мой взгляд, это очень правильно. Фактически полпобеды у Алексея Милашеса, если он еще один нокдаун заработает, будет закончить досрочно. Взял ногу, уронил. Броском это назвать нельзя. Уронил, один балл заработал. Есть, конечно, преимущество в росте у Алексея Милашеса, но с другой стороны возраст у ребят одинаковый. В принципе, такой определяющей роли это не должно иметь счет. Как ни странно, близкий к равному 10-12 с небольшим преимуществом Алексея Милашеса. На мой взгляд, по бою так он больше преимущества. Хотя, вот, все-таки, качественная подготовка кикбоксерская дает себя знать. Два очень четких удара в голову. Всего-то это, может быть, и посчитает по два балла каждый удар. Но тут важнее то, что... Было такое впечатление, что еще после первого удара Алексей Милашес несколько потерялся. Поэтому второй удар он уже пропустил в догонку. И как раз удар боковой части перчатки, но в полном контакте, в рукопашном бою, это не играет никакой роли. Удар четкий, акцентированный, сложение веса. Поэтому неважно, какую часть перчатки он нанесен. Одно время действовал запрет на открытую перчатку удара. Но с недавних, буквально несколько месяцев назад, это правило отменили. И, на мой взгляд, очень правильно сделали. Таким образом, фактически в концовке поединка-то Шамиль Хажмухамбетов вырвал победу. Вот в такой, вот в этой позиции была полная уверенность, что Алексей Милашес доведет бой до победы. Но вот тот удар, который мы видели сейчас на повторе. И еще потом два таких...